Вакцина-профилактика Вакцина-профилактике Кроме того, в рамках календаря прививок по эпидемиологическим показаниям, которые обычно обеспечиваются за счет финансов субъектов Российской Федерации, прививаются в общее население еще 11 инфекций и из числа лиц групп риска также прививаются 11 инфекций. То есть всего можем профилактировать около 40 инфекционных заболеваний. В Свердловской области, наверное, одной из первых в Российской Федерации был сформирован свой региональный календарь, который позволяет, во-первых, наиболее актуальные прививки с учетом их массовости проводить в наиболее нужные сроки с наибольшей эффективностью их и с наибольшей, конечно же, пользой. Благодаря именно вакцинопрофилактике у нас на сегодня в городе Нижнем Тагиле и в горнозаводском округе не регистрируется уже на протяжении нескольких лет 6 инфекционных заболеваний, такие как дифтерия, корь, краснохопаратит. Кроме того, столбняк и полиэмиэлит. Есть целый ряд заболеваний, которые регистрируются в виде единичных случаев. Это гепатит B, клещевой энцефалит, менингококковая инфекция. И вместе с тем остается целый ряд проблем, которые на сегодня при наличии вакцины не решены именно исключительно из-за того, что не все, к сожалению, могут себе позволить проводить прививки, которые проводятся в первую очередь по эпидемиологическим показаниям за счет личных средств, исходя из того, что, конечно же, стоимость вакцин достаточно дорога. Это такие проблемы, как ветряная оспа. У нас ежегодно регистрируется в горно-заводском округе в более 3000 случаев. То есть ветряная оспа у нас стала более массовой, чем кишечная инфекция. А также это мемококковая инфекция, которая на сегодня обусловливает достаточно большое количество мазологических форм инфекционных заболеваний, таких опасных, как нервмония, атид, менингит, бронхит, синусит. И это, наверное, наибольшая часть проблем, обусловленных у детей, ну, именно инфекционной заболеваемостью у детей первых пяти лет жизни. Наиболее частая причина летальных исходов у детей первых пяти лет от респираторных инфекций. Поэтому, конечно же, нужно помнить о том, что при наличии вакцин надо обязательно использовать любую возможность, чтобы защитить своих близких. В Тагиле еще достаточно проблем, о которых нужно думать родителям, медицинским работникам, потому что у нас практически полторы тысячи непривитых детей старше года против кори, красной гиппаратиты. И при заносе этой инфекции, конечно же, в первую очередь могут заболеть непривитые дети. Поэтому, конечно же, в неделю проведения массовой иммунизации очень хотелось бы, чтобы родители вместе с детьми пришли в поликлинику, поинтересовались, что же можно сделать для своего ребенка с тем, чтобы обеспечить ему здоровую и полноценную жизнь. Двери поликлиник будут открыты. Пожалуйста, приходите, узнайте все, что есть нового, обязательно вам медицинские работники расскажут. Если говорить о тех инфекциях, которые наиболее актуальны в этот период времени, то, конечно же, это клещевые инфекции и наиболее опасный клещевой энцефалит, который на сегодня защищается с помощью прививки. К сожалению, у нас в городе более 20 тысяч детей, не защищенных от клещевого энцефалита прививками. Поэтому защитить другим способом их не удастся. Более 90 тысяч взрослых жителей нашего города непривитых против клещевого энцефалита. Поэтому на сегодня стоимость вакцины, она, конечно же, несравнима со стоимостью лечения, тем более тех возможных потерь, здоровья, ну, не дай бог, жизни, связанных с этим заболеванием. Поэтому, пожалуйста, придите в поликлинику и обязательно узнайте. Те, у кого были прививки, нужна лечить на ревакцинацию, у кого их нет, прививка проводится круглогодично, можно эту прививочку поставить. Кроме того, еще раз хочу обратить внимание на такую прививку для маленьких детей, как прививка против пневмококковой инфекции и гемофильной инфекции. Малыши наиболее часто болеют у нас всякими поступными заболеваниями, и для них наиболее опасны все инфекции. Поэтому, чтобы ребенок не болел, нужно в календарные сроки, именно в те, которые наиболее эффективно защищают ребенка от прививаемых инфекций, эти прививочки ставить. Поэтому подумайте, если хотите, чтобы ребенок был здоров, весел и активен, в первую очередь, конечно же, нужно прививать его против пневмококковой инфекции и гемофильной инфекции. Если говорить о том, как часто делаются прививки, на сегодня национальный календарь и все другие календари, они четко прописывают сроки, их, конечно же, нужно придерживаться. Но если вдруг по какой-то причине человек не успел в необходимые сроки поставить прививку, ничего страшного. Есть у нас возможность в кратчайшие сроки ее оставить. Пропуск одной вакцинации не считается критичным. Нужно просто продолжать те прививки, которые указаны в календаре. Кроме того, если вдруг необходимо решить, все же допустимо ли дальнейшее проведение прививок и выработалась ли защита, у нас на сегодня есть возможность проведения лабораторных исследований по определению напряженности иммунитета. В качестве примера можно провести клещевой энцефалит. Мы рекомендуем провести исследование напряженности иммунитета перед сезоном. Тогда человек будет четко знать о том, что он защищен перед сезоном или нет. И результат обследования даст ответ на вопрос, нужно ли ему делать очередную ревакцинацию, которая в соответствии с наставлениями к вакцине проводится против клещевого энцефалита один раз в три года после завершенной первичной иммунизации. Все, что касается прививок против клещевого энцефалита, комплекс, конечно же, очень сложный. Первичный комплекс состоит из трех прививок, которые проводятся круглогодично. Начинать можно прививки круглый год, в частности, и сейчас. То есть первая прививка ставится, через месяц ставится вторая прививка, и третья прививка ставится через год от второй. Вот это первичный прививочный комплекс против клещевого энцефалита. Далее прививки делаются один раз в три года, через два года на третий. И прежде чем ставить очередную отдаленную ревакцинацию, мы рекомендуем исследовать напряженность иммунитета, который реально покажет, необходимо ли очередную прививку ставить, или можно еще год подождать. Исследование на напряженность клещевого организма к клещевому энцефалиту можно пройти в Нижне-Тагильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии Октябрьской революции 86. На сегодня все вакцины взаимозаменяемы, те, которые у нас зарегистрированы на территории Российской Федерации, Свердловской области, поэтому можно начинать прививочный комплекс. Любой из вакцин, которая доступна, которая вам кажется более приемлема, и продолжать, собственно говоря, тоже любой из вакцин. Редактор субтитров А.Семкин